ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В России отзываются почти 12 тысяч автомобилей Mercedes-Benz, проданных дилерами с 2018 по 2021 год Список моделей большой – CLS, E-класс, GLC, GLE, GLS и S-класс ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта По данным ведомства, проблема может заключаться в системе охлаждения Специалисты это проверят, все работы должны быть бесплатными ТРАССА 101 Ситуация с ценами на автомобиле в последние два года может оказаться цветочками по сравнению с тем, что ждет нас впереди Наблюдающееся падение курса рубля вызовет новый, еще более мощный виток роста стоимости машин Такой прогноз делают некоторые автоэксперты По их мнению, кое-кто из зарубежных автопроизводителей может уйти из России А при остановке поставок, например, уже заявил концерн Jaguar Land Rover Это, безусловно, автомобили не массового сегмента, но шаг довольно показательный Впрочем, другие специалисты считают, что автомобильные компании сделают все возможное для сдерживания роста цен В Калининграде стартовал выпуск Kia Sportage пятого поколения В конце прошлого года говорилось, что новинка будет стоить минимум 2 миллиона 330 тысяч рублей Как окажется на самом деле, спрогнозировать сложно Сейчас цены на кроссовер начинаются от 2 миллионов 50 тысяч Автомобиль будут оснащать одним из двух бензиновых моторов Двухлитровым 150-сильным, либо 190-сильным, объемом 2,5 литра Привод с передней, либо полной Премьера паркетника запланирована на ближайшие недели Трасса 101 Руслан, Владислав, Илья, Артем и Антон Мужчины с такими именами чаще всего становятся виновниками ДТП Список составила одна из известных строковых компаний Также в десятку наиболее аварийных имен входят Максим, Роман, Павел, Евгений и Виталий По словам страховщиков, нельзя сказать, что именно молодые водители Представляют основную опасность на дорогах Спровоцировать происшествие может гражданин любого возраста Первоочередное значение имеет фактический водительский стаж Кроме того, существенную роль играет частота получения штрафов за нарушение ПДД Трасса 101 И в Петербурге создали электрический грузовичок на базе УАЗ-Профи Предположительно, с сентября 2022 года машины будут выпускать серийно На одном заряде она может проехать до 300 км Максимальная грузоподъемность 1 тонна Верхняя планка скорости 80 км в час По предварительным подсчетам, ценник новинки будет находиться в районе 3,5 млн. рублей На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101